Алло, вы слышите студию? Да, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте вопрос, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Ивановна, у меня такой вопрос к вам. Я живу на Курчатова, 11, и у меня соседки во дворе разводят клумбы. Мне, по сути, эти клумбы не нужны. Я утром рано ухожу на работу, а больше, чем прихожу, я их, в принципе, не вижу. А за полив этих клумб я должна платить. Скажите, пожалуйста, кто может этот вопрос решить, кто может помочь, я не знаю, может, ЖЭК как-то решит этот вопрос. Спасибо большое за ваш вопрос, Виктор Степанович. Давайте попробуем ответить. Я начну, наверное, с того, кому нужны клумбы, а кому не нужны. Но если мы будем так все вести, что нам клумбы не нужны, нам цветы не нужны, то мы можем превратиться, я не знаю, в кого. Я так иногда говорю, лучше тогда ехать в пустыню и дышать тем песком. Но то, что полив сегодня необходимо осуществлять, и он осуществляется за счет собственников, здесь однозначно. Но опять так, уважаемая Елена Ивановна, для полива воды тратится, ну, будем говорить, один куб. Сегодня один куб холодной воды стоит 20 рублей. Понимаете, сейчас лето, хорошо сейчас дожди, как-то полив сократился, но будет жара. Может быть, у нее там семеро детей, у Елены Ивановны, и она с 10 до 10 работает. И она не видит в принципе цвета. Дело в том, что... Нет, ну, вопрос, с одной стороны, правильно, я просто сказал. Сегодня на доме, в частности, Курчатова 11, установлен счетчик, установлен ящик, так называемый, то есть, чтобы недоступно было любому и каждому подойти, открыть кран и все. Мы устанавливаем... А кто может тогда открыть кран? Только тот, кто будет поливать эти цветы. Ну, это, например, старший по дому или там... Старшая по клумбе. Да, или по клумбе, да. Часто такие у нас есть. И вот люди сами заказывают установить нам счетчик. Мы письма отправили в водоканал, чтобы зарегистрировать эти счетчики. И хотя бы... Сейчас мы много уже установили счетчиков, мы контролируем, как же, сколько же воды все-таки поступает. На поливы этих клумб, газонов и тому подобное. Ну, а потери есть вообще? Вот если там жильцов посчитать, клумбы посчитать, все это, потери есть? Потери они всегда есть. А куда они деваются? На что они? Их раз прибежают, наверное, среди жильцов, опять-таки. В любом случае платят горожане, да? Конечно. Дело в том, что есть нечестные у нас собственники, которые... Но это получается вот даже с той же клумбой. Вышел человек полить клумбу, тут подошел другой водитель. Я, слушай, хочу машину помыть. Машину помыть, да. Налей мне два ведра. Ну, женщины, что, ей не жалко. Раша поделилась. Налила два ведра воды, он пошел машину мыть. И получается, что за эту воду платит весь дом. Да. Вот если так, то платит именно весь дом за эту воду. Ну, так поэтому люди-то и возмущаются, они считают это несправедливым. Ну, дело в том, что когда заключали договора на обслуживание, на содержание, мы полив не включали в тариф содержание при домовой территории. То есть, вот именно в воду мы не включаем. Но, в принципе, это реально. Это возможно. Реально. Я думаю, что это реально. То есть, если вы тариф включите, пропишите там 5 рублей, допустим, еще на полив, ну, или какая-то фиксированная будет. 20 рублей. Ну, или 20 рублей там. Фиксированная будет. Ну, 20 рублей слишком многовато, если честно. Каждый будет платить 20 рублей. Нет, 20 рублей за куб. Ну, вот получается, что если по тарифу будет прописано, то жильцы не будут переплачивать по общедомовому. Мы сейчас двумя путями идем. Один путь, это мы проверяем, сколько же реально используется на поливы, то есть, установив счетчики на некоторых домах, там, где добросовестные у нас и старшие, и те, кто поливает цветы, чтобы не поливали, допустим, дорогу, просто так вода не бежала. Второй путь, это мы по площади взяли площади цветников, так называемых, и, допустим, 5 литров на квадратный метр воды, и посчитали тоже, сколько это идет. Ну, сразу хочу сказать, цены не очень такие заоблачные, поэтому, в принципе, мы можем и этим путем идти, если не по счетчику, а именно по нормативу делать. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, а оставайтесь на ВТВ. Это программа «Время говорить». Сегодня гость в студии Виктор Ивахненко, он отвечает на наши вопросы и вопросы телезрителей. Виктор Степанович, страну захватила идея глобального энергосбережения. Об этом говорит президент, премьер-министр, мэр города, даже буклеты печатались, раздавали. То есть, всячески это говорится. Я знаю, что в ваших домах, не в некоторых, но, тем не менее, было такое. Значит, устанавливали лампочки Ильича. Сейчас как ситуация с этим? Значит, согласно 261 федерального закона, мы его исполняем. И на сегодняшний день у нас практически, практически уже по всем домам есть 30% установка ламп, которые энергосберегающие. То есть, всего 30%? Согласно этого закона. Здесь рассматривать не только одну лампочку, что установили лампочку, и экономия сразу пошла сумасшедшая. Здесь в комплексе надо смотреть. И отключающие устройства, которые мы устанавливаем в подъездах. То есть, днем, чтобы лампочки не горели. Ставим светильники с датчиками движения. То же самое. Прошел человек, лампочка горела. То есть, человек прошел, после этого она выключилась и не горит. Ну, сами жильцы, они оценили это или как бы так? На многих домах оценили. Я вам хочу сказать, строителей 6, дом двухподъездный, 9-этажка, там, где старший по дому или уполномоченный Александр Иванович начал заниматься давным-давно, и он контролирует, чтобы главное, главное, чтобы вовремя были переданы показания. То есть, многие, знаете, есть тамбура, так называемая, на две квартиры, которые закрыты, и невозможно снять показания и вовремя их передать в энергосбит. Кстати, об освещении тамбуров хотел бы поговорить. У нас в основном все сейчас тамбура отключены от общедомовых и подключены на чей-то счетчик из этих двух квартир. Мы стараемся вот таким образом делать. Кто-то из квартир донор получается. Да, ну, они сами между собой. Они как-то договариваются? Конечно, конечно. В противном случае мы отключаем по требованию всех остальных собственников и только оставляем у лифта и лестничного марша. А к вам в приемную, не в интернет приемную, а вот вживую, вам, в какое время к вам можно прийти? Можно ли прийти вообще жильцам, обратиться со своими проблемами? Начиная с 8 утра, потому что... Ну, мы знаем, когда все, знаете, приходят в студию и нас тут рассказывают, что, ой, принимаю с 8 утра или там с 9, а начинается, сам знаю по себе, соберешься, то планерка, то совещание, то 5-е, 10-е, то срочно уехал, то заболел, то нету. И так всегда. Как вылавливаете вас? Ну, если я сейчас в эфире скажу, когда я там бываю, то я тогда не смогу работать над документами. То есть, получается, скрываетесь от жильцов? Нет, это не от жильцов, потому что это вне рабочих. Но вы определите, допустим, график там, среда с 3 до 5. Это железно. Это железно. Среда, значит, 2 среды в месяц, с 3-х часов железно я принимаю и даже по записи, чтобы люди могли записаться, чтобы я мог подготовиться к этому вопросу, ведь вопросы разные бывают. Это железно. А в течение дня любой может, если я на месте, я никому не отказал в том, чтобы рассказать. На месте вы не так часто бываете, как я понимаю. Дело в том, что территория большая, вы же знаете. И я тот человек, который привык контролировать и своих подчиненных. Как убирается, как... То есть, вы лично выезжаете и проверяете? Не только выезжаю, пешком хожу. Как вы пригласите в нашу съемочную группу? Мы бы с вами с удовольствием съездили. Да, она бы съездила и посмотрела, как вы проходите, проверяете. Ну, я боюсь... Что там видите? Я боюсь, что в тот момент я рано утром хожу. Ну, ничего, у нас... Иногда уже... Хорошо, я обязательно вас приглашу. Хорошо. Давайте вспомним еще одну историю. В одном из домов был установлен унитаз в щитовом блоке. Сейчас прервемся. Внимание на экран. Чудо сантехнической мысли в электрощитовой обнаружили жильцы второго подъезда дома номер 32 по улице Весенний. Близость воды и высокого напряжения ошарашила и не на шутку всех напугала. Сюда проходите. Хорошо. Вот, перейдите, давай. Вот, люди живут в каких условиях. Здравствуйте. В нежилом помещении, так называемой Колясочной, несколько лет жили люди. Для удобства они оборудовали санузел, причем прямо рядом с электрощитами. Однако хозяин жилища всем был доволен. Есть и где постирать, и где белье высушить. Колясочной присвоен номер квартиры 39А. И на этот адрес от ЖЭКа регулярно приходили щита. А вы платите за коммунальное, скажите? Платили. Хозяин ЖЭКа Виктор Вахненко все отрицает. Извините, вы уходите? Нет. О, я не могу сказать. У меня есть свидетели. Говорит, что не знал об этой проблеме и обещал решить ее.